Два слова по сервису я отправляю академичное письмо в нашем университете и в университете. Я его отправляю на реме манистрских студий нашего начальника. Академичную коммуникацию письмо я отправляю докторатным и аспирантам у лингвистичного университета. И, вероятно, моя презентация, существенно, касается на этом исследовании. Плюс я публикую это также в руховых журналах «Я и в Украине, и за газоном». И меня запрошили пару раз в связи с личным инстинентом и анонимным инстинентом. И, вероятно, цифровая коммуникация в нашем обществе, она, конечно, очень много упрощает скорость и яркость нашего обеспечения. Но там есть также и проблемные места. На этих проблемах я и застараюсь особенно на нашу звану увагу. Мы будем говорить про те, как я уже сказала, как изменилось само средство. Наруковое спілкувание мы сейчас практически не можем без цифрового средства. Мы даже на нашей конференции мали випадок спілкувания через интернет с нашими коллегами, которые до нас здесь и физически не приехали. Это цифровая эпоха. Мы будем говорить только про те, какие проблемы, которые возникают во время цифрового спілкувания. И мы будем говорить про те, как же развязываются эти проблемы. Может быть, эти проблемы? Таким чином, наше маликовое спілкувание в цифровую эпоху, которое расширяется за счет того, что увеличивается нашей возможности. Когда мы не можем предъедать международную конференцию, я думаю, что мы можем поделиться в нашу презентацию, озвучить или записывать ответы, или включить в скайп сессию. И мы будем присутствовать там, где нам цифрово, где нам полезно и где мы видим прогресс и развитие для наших пациентов. Это один из пасток цифрового спілкувания. Это один из пасток цифрового спілкувания. Мы, когда хотим иллюстрировать в нашей презентации, мы быстро выключаем изображения с нашими ключевыми словами и радостно вставляем их в нашу презентацию. Один из пасток полагает в том, что мы забываем под датчиками и в такой способ, потому что мы имели авторское право того, кто создает свою администрацию. Поэтому первое правило, которое мы сегодня должны запоминать, это если мы разбогаловываемся чинами из материала, включая изображения, мы должны подать первое джерело или дробным текстом внизу страницы, или в конце презентации из списка. Это будет красивый дом. И это, в принципе, обеспечивает нас изображение того, что мы получили данные материалы. Теперь другие проблемы. Проблемы творения. Это была проблема иллюстрации. Теперь это проблемы творения. Когда мы встречаемся с текстом, который ссылается на публикацию этого журнала, и с текстом, который студент магистрской или в докторской программе, когда есть иллюбовая плода, проблемы возникают длинные. Конечно, мы получаем статки из-за нового, и мы рекомендаем их. Очень часто, послуговываясь автоматическим перекладом. Очень часто Google перекладываем. Я заклала Google перекладач свою собственную аннотацию, которую я подавала на нашу конференцию. Я подавилась на то, как Google перекладывала, и ничего не меняла. Но я далеко не всем радована с тем, что он мне предлагал. Еще больше, когда перекладываются с украинской на англійський. Потому что это мова разной системы. Люди, которые перекладывают, они едут и перекладывают к словам. Они не принимают за то, что система грамматичная, синтаксистная, система іншой мови, она вообще имеет другую ментальность, побудована на другую ментальность. В отборе надо будет другие ментальность, другие ментальность. И недостаточно только перекладываться словами, оставить коми там, где они были, это все равно полюсное питание, потому что в английском ментальность культуры категорично подразделяется от украинской. И когда все могут видеть ком перед «зет», подряд причина, что начинается «зет», они начинают исторически смеяться. Потому что у них другие правила культуры. Мы с этим встречаемся, мы с этим боремся. Я на занятиях с магистрами нашими ментальствами под пиво уроку про это с магистрами. Они мне сейчас подают свою финальную работу. Я уже знаю, как они дальше доступны к ним. Отже, проблема не в том, чтобы красиво шли через Google перекладач, как сегодня и вчера было сказано, перекласти свою аннотацию к англомодному питанию на английскую мову, а в том, чтобы все таки смотреться на ней с точки зрения мовы. Если человек не владеет мовою на уровне С2, С1, или ее мовы, она должна вернуться до мовы, не соромиться, попросить перечитать, потому что большинство проблемы это даже не отсутствие артики неправильного использования приеменников, а самая структура и логика того, что они хотят сказать. Это одна проблема перекладач. Найкраще, если это не будет написано статья украинской мовы, если она будет подписаться на место, это свидетельство того, что человек уже готова общаться с глобализованной аудиторией той мовы, которая там есть мовы. Другая проблема уникновения мандитата. Мы уже говорили много раз и вчера, и я хочу это снова сегодня. Когда мы говорим про то, что запозначение чужих детей без указания авторства, это планирование. И что они делают? Они идут онлайн, в гугл упречевые слова paraphrasing tools, получают миллион посыланий, которые позволяют перефразировать материалы, которые запозят и надеются, что будет остаться. Например, один из вариантов, я сделала скриншот из перефразователей, где я взяла снова шматок слова и попробовала его перефразировать. там много видно, я на этом не зосереджуюся, но тут не витривана основная вимога для перефразования. Перефразованный текст, как вы видите, складывается на один ряд больше, чем оригинальный. Это поручение первого и основного правила перефразования. Перефразование должно компрессировать информацию, а не с большого слова не просто заменивши слова на их синоними або словоспоречения, но и стиснуть. И это будет показывать, что тот дослідник, который выкладывает эту статью, понимает эту идею. Онлайн перефразователи это также большая проблема. Как мы боремся с этими проблемами на наших курсах, первое я рассказываю студентам в чём проблема и иллюстую это вот такой картинкой. Вы видите оригинальный текст на великому погибном фону. Это что называется пресси тут по-украински называется конспект. Конечно, нам не имеет сенсу переписывать это чтобы собрать ксерокопию перефразы это это что вы тут видите у желтого. Воно уже не квадратное, воно уже говарное, и воно уже другого форму. основная идея изображения в том, что мы выкладываем его своими словами, мы его перепустили через себя. но здесь вот перефразы должны иметь не больше 20% от оригинального изображения изображения. Посмотрите на этой же шкартике мы имеем анотацию которая в идеале не больше 20% от оригинального изображения 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 того, кто пишет аннотацию перефразовывается компресуется еще больше и посмотрите на новый прямое цитирование его в научной работе должно быть не больше 30% кто захищал уже диссертации докторского уровня знает, что у докторской диссертации не можно использовать больше третин от того материала который использовал в кандидатской диссертации 30% это третина англійською это называется семинарити индекс есть у всех виданиях программы которые получают их через семинарити чекер и если подана другая статья с имидж 20% эта статья превратится на оправдание автора просит вклассить больше себя в эту статью а не только цит а не только цит что написали другие поэтому прямое цит цит мое очень ограничено сферу когда мы цитуем когда нам нужно подтвердить свое мирование администрацию а когда мы встречаемся когда мы имеем другую точку как автор которого мы работаем когда мы хотим обратиться на какие-то конкретные слова с другими вживали и тут очень важно когда мы подаем статью на умовное выдание память что правило цитирование там тоже разнообразится мы не можем с нашими стереотипами подавать статьи в умовные журналы великий текст три ряда и больше мы его оформляем без лакого мы его делаем ось наш текст оцитованный текст он оформляется как блок блок мы между цитатой и нашим текстом мы делаем додатковый отступ а когда люди этого не знают кто дают статьи а а анотации и используют какой-нибудь цитованный материал который занимает три ряда и больше они продолжают облаковать люди которые принимают этап на рецентрирование на дуфли они мают додатковую работу чтобы это и много других речей которые связаны с плементом что касается непрямого цитования это перефразирование это переказание своими словами у скороченной формы текстов создает значение смысла черепа в своем тексте и при этом их скорочную с есть два варианта иллюстрации не рефразирование здесь в черном показан авторский текст а в черном рече которые вставлены в текст без лапу это называется текст перефраз то человек сделает такой коллаж без лапу и три слова и больше запрещены в другой работе должны быть а иначе это много что правильно было это использоваться синонимами а другую терминологию или правильной и обязательное назначать кто где связали в конце работы будет список температуры с соответствующим рома и другого стиля формирования аналогов джерел иногда не это это зависит от того как системы но вы видите как исследователь правильно оформил джерела перефразировал взятый материал взял улыбки цитата 3 слова это но третье и зазначил джерело извините цель джерело и третье что сегодня уже было загадано это заделное рецензирование оно также имеет свои проблемы в местах как я сказала я подавала несколько раз статьи из журнала после того, как меня опубликовали меня запросили быть анонимным рецензентом мне назвали форму для рецензирования якова дала картизного графа вы читаете и не проставляете галочки в определенных позициях так не 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 вы не поставите ваш финальный вердик это значит что работа нужно выполнить автору на повторное работе я это с скриншот своей реформы поставила сегодняшнюю дату здесь я в принципе пытаюсь подготовить магистров и докторантов я вкладываю до того, что они не смогут опубликовать свои работы без рецензирования без рецензирования peer при движении и они должны быть готовы до того, что до них так же звернув это пир что рецензируют не те, кто сидит сверху, а рецензируют самих участников процессу, самих авторов таки самих как они в первом галузе соответственно для них наша система в университете яку использовали модуль верный менеджмент систем позволяет организовать работу как peer reviewed workshop и студенты подают свои работы сейчас она включается на садмиссион фейс потом она включается на assessment фейс после того я захожу туда и все соответствует критериям я они как рецензент и они уже сами старые критично поделиться на то, что они написали и покращать этот вариант чтобы создать финальный трафт уже в большинстве на уровне статей по украинской университет не так которые 3 месяцев они приглашли меня их для програм программу. Но когда студенты забывают, что они серьезные, как они достигнуты, они иногда могут поверхово ставиться до этой работы. Иногда они могут не прочитать работу, которая им на презентацию пришла, а просто галочками найвищий балк поставить, сказать «Все классно» и работа заслуживает ценность. Вот тут скриншот из этой же работы. Один автор поставил четыре из книги, пять из пяти, и сказал «Не маю ніяких зауважений». «Я в таких работах, когда пять из пяти захочу и прочитаю». И рецензент отримает снижену оценку за взаимное рецензирование. То есть это «peer-reviewed-workshop», есть две оценки выводы. Оценка за поданную работу и оценка за рецензированную работу. И чем больше коллег прорецензовали в одну работу, то есть это «правда». Ну и тут еще много всех других нюансов, которые я не буду сейчас рассказывать. Но основная проблема поляга в том, что когда люди отримали работу на взаимное рецензирование, там справедливо есть определенные критерии до смісту, до формы, до методологии вывода материала. Граматика, грамматичность «literacy» как раз далеко не первый пункт в этой форме презентации, но оно там также есть. Я предупреждаю, что когда люди продают работу на публикацию «Ствердот», они уже попрацювали с нейтив-спикером, который сквали его виправе той текст, который там был, и, соответственно, они готовы и продолжают работать уже на уровне на уровне «вдоскодавления» из-за конференции. Я таким образом укрызла три сфери проблем из многих проблем, которые возникают в частности в области коммуникации. Я, естественно, не дала ответ, потому что мы должны искать вместе, в связи с работой. И то, что я пытаюсь делать, это не ответственность на эти проблемы, я с вами поделилась. Я пытаюсь привести к сознанию студентов, аспирантов, докторантов и виховать в них почутки коммуникаций до нормального оборудования, до неоголовского оборудования. Потому что все начинается и все. И, если мы сами будем с этим, как мы с вами будем ставиться, нам также будет подходить к качественному оборудованию, это единственное оборудование. На этом я закончу свою презентацию. I will be happy to answer your questions.